Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Савон и я рад приветствовать вас в прямом эфире знаковых книжных Петербурга. В прямом эфире Букваеда, дорогие друзья. Как обычно, вечерами общаемся с авторами, обсуждаем актуальные интересные темы и вопросы, знакомимся с книжными новинками. Итак, сегодня у нас в гостях будет акушер-гинеколог, врач-исследователь и публицист Елена Березовская. Вместе с Еленой обсудим ее недавно вышедшую книгу «Осознанный подход к подготовке и планированию беременности». Когда ты будешь готова, называется эта книга, поговорим о планировании беременности, об осознанном материнстве. Мне кажется, тема как никогда актуальная, актуальная во все времена и для всех, дорогие друзья. Поэтому присоединяйтесь к эфиру. Как всегда, в рамках эфира у вас есть возможность задавать свои вопросы. Как-то пишите в комментарии, постараемся найти время, возможность все обсудить. Кроме этого, дорогие друзья, напоминаю, что на книгу Елены Березовской действует специальное предложение до конца недели. Поэтому онлайн-магазин не буквально, и можно приобрести, кому интересно. Елена, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Вы меня хорошо слышите? Я вас отлично. Спасибо огромное, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Вам хорошо ли все слышно, хорошо ли все видно? Да, да, все отлично слышно. Очень рада быть у вас в эфире. Я уже как у себя дома, а не в гостях. В связи с тем, что книги мои выходят теперь уже регулярно и очень популярные. Поэтому я уже как бы чувствую себя у себя дома, что мне очень приятно. Ну, Елена Петровна, сами написали несколько бестселлеров, поэтому как бы теперь грех жаловаться. Дорогие друзья, напоминаю, что можете также писать свои вопросы. Также напоминаю, что эфиры мы всегда стараемся сохранять, поэтому если вдруг захотите поделиться с кем-то эфиром, пересмотреть, всегда есть возможность сделать это в IGTV нашего официального канала «Буквайет Афишо». Елена, скажите, пожалуйста, для начала, как вообще родилась идея этой книги, и почему посчитали, что ее необходимо все-таки писать? У этой книги, скажем, есть прародитель, моя первая книга «Подготовка к беременности», которая вышла 10 лет тому назад. Но тогда эта книга, скажем, первичная, это была как бы поверхностная. То есть я считала, что особой подготовки не должно быть. Ведь если брать, мы ведь живем эрой информации, поэтому информации очень много, и с другой стороны, как бы, ну что же тут готовится, право размножения, это право каждого человека иметь потомство, да. Но оказалось, что как раз женщины меньше опыта в отношении беременности и родов, потому что они стали выходить замуж намного позже, планировать детей примерно на 10 лет позже, чем их родители и прародители. И получается, что как раз более образованные, поэтому хотят знать больше, как избежать осложнений беременности. И вот здесь вылезла другая сторона, другая проблема – это появление вот этой коммерциализации медицины, коммерческие диагнозы. И вот как не попасть в ловушку траты денег и особенно траты времени. Вот поэтому я решила, что нужно собрать вот это всё, что накопилось за последние 10 лет, что не было раскрыто в первой книге, и фактически пройтись по всем пунктам женского здоровья, но также затронуть мужское здоровье. И у книги другое название – «Осознанное родительство», потому что действительно люди хотят более осознанно подойти к вопросу создания потомства, планирования семьи. Поэтому и выходит, конечно, намного позже, потому что это более осознанный шаг. И, значит, тем людям, которые как раз планируют беременность осознанно, это отличнейшая помощь именно в отношении полезной, прогрессивной и современной информации. Когда что нужно делать, когда обследоваться, когда не обследоваться, вообще с чего мы начинаем и так далее. Елена, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот единственный момент, который, честно, вот для себя не смог понять, если возраст увеличился, да, сейчас, позже приходит к материнству девушки, почему осознанность-то не выросла? Ведь кажется, что и жизненный опыт, и какие-то знания как раз с возрастом-то должны, вроде как, накапливаться больше. Дело в том, что если мы даже рассматриваем, что мы изучаем в школе, и вы вспомните, скажем, свои учебные годы, да, в школе, ну, поверхностное там представление о том, как размножаются животные, как размножается человек, да, но практически нет именно необходимых знаний о физиологии вот нашего возраста, как мы меняемся с возрастом, об этом вообще никто не говорит, да, и вообще мы меняемся не только физически, но мы меняемся ментально, психологически, то есть мы обретаем знания, начинаем смотреть на мир по-другому. Не зря говорят, что в 25 лет меняется мировоззрение и начинает как-то всё восприниматься по-другому. И именно как раз нехватка знаний о том, не только как мы устроены, а именно как мы функционируем, как мы меняемся с возрастом, и от этого меняется наша репродуктивная функция, как мы говорим, приводит к дальнейшим очередным ошибкам, потому что есть, например, ложное мнение, что мы можем рожать и в 45, и в 50, и в 60. И когда даже проводили опросы у врачей, студентов, оказалось, что многие не знали этого, то есть опять же поверхностное какое-то изучение. И, собственно говоря, вот сейчас этот вопрос подходит, почему? Смотрите, сколько есть репродуктивных клиник, они растут как на дрожжах. И здесь возникает миф, что якобы все страдают бесплодием, то есть уровень бесплодия увеличится, на самом деле он не увеличивается. Но получается, а кому нужны эти репродуктивные клиники? И, собственно говоря, вот здесь возникает вопрос возрастного фактора бесплодия, который раньше вообще никем не рассматривался. И вот и получается, что все-таки подход нужен в более осознанном плане, что в первую очередь женщины должны понимать условия, да и мужчины тоже условия создания потомства, то есть каких условий, а не просто, что хотят. Хотя если брать, например, самые высокие уровни рождения детей, это страны Африки, Латинской Америки, где, как говорится, вообще нет никаких запретов, запретом низкий социальный уровень, низкая медицина. Почему? Другой взгляд, другой подход. И, в принципе, там женщины ходят замуж в очень раннем возрасте, да, и получается, что как бы даже замужество это как бы часть продолжения рода, и никто не задумывается. Но вот белая раса, скажем, женщины развитых стран, и, скажем, стран Европы, у них совершенно другие теперь подходы к созданию семьи, то есть, ну, и по любви, и плюс более осознанной, да. И поэтому мы имеем то, что мы имеем, то есть им хочется знать больше, подготовиться, более ответственно. Осознанность растёт на самом деле. Если бы не было осознанности, возможно, не ходили бы женщины к врачам именно ради подготовки, сказали, ну, что мне делать, как подготовиться. Да, просто подобную литературу, мне кажется, отсутствовало бы в целом, если бы эти проблемы не интересовались, и не хотели как раз своего уровня грамотности увеличить и разобраться. Просто когда я, извините, перебиваю, когда я создала книгу, первую вот эту подготовку к веревности, которая так и называлась, она была единственной в мире с таким названием, то есть единственной в мире. Но это было как бы не то, что поверхностное, она была не слишком толстая, и такая как бы основные моменты, да. И вдруг в течение вот десяти лет я вдруг поняла, что это нужно писать совершенно другую книгу, кардинальную новую книгу, с учётом запросов женщин, а поскольку у меня масса подписчиков, я знаю, что меня спрашивает, о чём меня спрашивает, и я вот поняла, что нужно создавать как анциклопедию подготовки к беременности, где учитывается большинство вопросов по теме планирования беременности, вот подготовки к беременности, то есть как подготовиться, чтобы получить максимально здорового ребёнка, желанного ребёнка с наименьшими осложнениями, что для этого нужно. Спасибо большое. Понятно, что этому посвящена целая книга практически, но какие-то основные, ключевые моменты, которые действительно в первую очередь должна знать каждая пара и каждая девушка при подготовке к беременности. Какие-то моменты, на которые стоит обратить особое внимание и то, что вот прям обязательно-обязательно, самое чьи? Наверное, самый важный момент это вера в себя, вера как в будущих родителей, потому что право, ещё раз, размножения дано нам природой. И 97% людей рождается без всяких, так сказать, преград для того, чтобы в будущем иметь детей. Конечно, с возрастом кое-что меняется, но могут там быть какие-то травмы, потери, репродуктивные функции, но тем не менее это не настолько большой процент людей, которые бесплодны. То есть получается, что меньше 10% даже это первый факт. То есть мы рождаемся с потенциалом продолжения жизни, и это нужно этим потенциалом пользоваться. Второй важный момент, что всё-таки у нас есть репродуктивные ограничения, то есть должны быть условия для создания потомства, для создания детей. Это я не говорю о доме, там, в автомобиле, в комнате для ребёнка. Я имею в виду, что должны быть условия на физическом уровне, то есть на уровне как бы нашего тела, на психологическом уровне, то есть мы должны готовить, возможно, на финансовом тоже. То есть эти условия должны быть. И в отношении как раз тела всё-таки нужно знать немножко, как я говорю, своей физиологии. То есть как происходит зачатие, где происходит зачатие, каким путём, и что нужно для здорового ребёнка, чтобы получить здоровый ребёнка. То есть какие факторы. Вот это в общих, как говорится, слова, основные ключевые моменты. И самый, наверное, такой важный ключевой момент, что если у вас нет жалоб вообще никаких, если вы не пробовали беременеть, при этом вы чувствуете себя здоровым, здоровым человеком, здоровой парой, то очень важно не искать в себе сразу страшные диагнозы, потому что жалоб-то нет, чувствуете себя человек здоровым. То есть мы рекомендуем сделать как бы такую беглую пробежечку по подготовке, то есть пойти к врачу, например, обсудить вопрос, начать пьём фоликислоты, и пробовать беременность, и не цеплять ярлыки без плодия заранее, без попыток забеременеть, потому что очень многие женщины начинают как бы с конца. То есть я не знаю, а мнительность начинают проблемы. А женщины психоэмоциональны, им достаточно пойти к врачу и посмотреть его кисловыражение и цайка, и услышать что-то мне не нравится, ваш там яичник или ещё что-то, да, и сразу уже всё, страхи и так далее. Страхи, они парализируют мышление, поэтому вот ещё один важный ключевой момент, не бояться планировать, то есть не бояться. Нужно войти в этот менталитет, как я говорю, материнства, потому что есть менталитет бесплодия, менталитет материнства, это вот мы видим себя впереди мамами, и мы вот как мы их, ну и даже для родителей, для отцов, то есть для мужчин увидеть себя отцом, да, и поэтому если мы видим себя родителями, то даже преграды, которые у нас есть на пути к этому важному пункту, да, они могут случаться, но именно их нужно обходить или переступать, в общем, что-то нужно с ними делать, да, при этом не сдаваться. И другой вариант, это значит страх, который же вот ещё не начинали планировать, вдруг у меня не так, вдруг у меня всё не получится, вдруг у меня всё плохо. И если такая женщина попадёт на врача, который веет в ней ходячий кошелёк, то она потратит немало месяцев, даже лет, на вот эти поиски диагнозов, бесплодия, даже нормально они попробуют планировать беременность. поэтому вот это как раз книга создана не только для информационной помощи в плане понимания своего тела, своих возможностей, своего организма, но также во избежание, как профилактика пустой траты денег, пустой траты времени, и предотвратить именно вред, который может наноситься, к сожалению, в медицине, потому что, ещё раз говорю, если бы не коммерция, которая растёт и всё, стоит деньги, 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 к сожалению, многие попадают на этот крючок коммерческих диагнозов. Елена, как Вы уже не раз упомянули, большое количество различных методик, различных медицинских центров, практик, которые якобы помогают и обладают безусловно разной степенью доказанности и эффективности, но тем не менее, вообще в целом, как врач, как специалист, скажите, пожалуйста, какие-то дополнительные практики или моменты, такие как правильное питание, занятие спортом, какие-нибудь бабушкины рецепты, принятие целебных травок, сон на правильной стороне тела и кровати, что-то из этого действительно работает и стоит ли к чему-то прибегать, и если да, то в каком случае? Вот книга как раз затрагивает образ жизни и планирование беречься, потому что здесь создано очень много мифов, например, многие женщины боятся так называемого загиба матки, что нормальное положение матки, может, для мужчин это не совсем понятно, на виду, и вот таким женщинам старый миф рекомендует стоять в позе березка после полового акта, типа, чтобы забеременеть, конечно, это глупости, но как раз здоровье, именно здоровый образ жизни играет важную роль, но что такое здоровый образ жизни? Сейчас тоже исковеркано это понятие. разнообразное питание, не нужно сидеть на каких-то, бог знает, диетах, особенно диеты для зачатия детей, зачатия девочек, мальчиков, это всё мифы, потому что, в принципе, человек создан для разнообразной диеты, и мы говорим только о лечебных диетах, когда есть действительно серьёзные проблемы, такие как сахарный диабет, например, или целикальная болезнь, то есть там нужны определённые диеты, это мы называем лечебные, если человек здоровый, нет у него никаких диагнозов, то эти диеты не показывают. В отношении подвижности и, скажем, занятий спортом, они очень важны, они улучшают кровоснабжение, они улучшают функцию всего организма, в том числе яичников, поэтому важны. Однако, здесь тоже не может быть перегиба, что слишком интенсивный спорт для фигуры, то есть нужно выбрать или фигура, или планировать березнь, потому что иногда чрезмерная интенсивная нагрузка наоборот препятствует зачатию и развитию беременности. И, опять же, мы вот сейчас смотрим, практически во всех странах идёт рост уровня чего ожирения, то есть не просто лишнего веса ожирения, и это другая проблема, поэтому здесь тоже нужно работать в этом направлении, то есть нормальное питание по пути. В отношении всех остальных мифов и так далее, я бы сказала, что эти мифы, скорее всего, создаются или, скажем, передаются и в поколение, и в поколение из-за малограмотности предыдущих поколений, плюс это страхи к обычности, да, страхи, что боишься не забеременеть, и вот это, как я говорю, формирование менталитета жертвы бесплодия, то есть до того, даже как начали бесплодие, может мне то, может мне это, но в принципе именно для этого вот как раз в книге рассказывается очень многое о том, что нужно для зачатия. В отношении лекарственных травм вот хороший вопрос, да, вы знаете, что если рассматривать историю медицины, изучаю очень глубоко, мне очень интересна эта тема, особенно история жизни женщин, как они беременны, как они рожали в старину, то есть чтобы понять, откуда идут вот эти мифы, то есть почему, как они были созданы, то есть это современные леты еще от наших бабушек и дедушек, и у нас еще мифы есть с Древней Греции, созданы даже теми врачами, например, Аристотелем о том, что 25 это старородящие, то есть и так далее. Это миф, кстати, созданный еще врачами Древней Греции. И вот когда рассматривали вот это все, как раз лекарственные травмы или любые травмы в гинекологии использовались, или то, что в гинекологии, скажем, в этой древней медицине, в старой медицине использовались в основном для предупреждения беременности, то есть для выкидышей, а предупреждения как контрацепции мало что знали, и если знали, то эти эликсиры были подобны эликсирам смерти. То есть в древние времена если женщина принимала такой эликсир, она могла умереть, а не то, чтобы там избавиться от ребенка. И вот эти, так сказать, травки, мураки, они приходили из поколения в поколение для того, чтобы прервать беременность, потому что... Это такое отчаянное решение последнего... Уровень рождаемости был очень высокий, ведь не было никакой контрацепции, практически задача женщин, особенно замужней, была только что ублажать мужа и рожать вот этих детей без конца, то есть она ничем не предупреждалась. Поэтому иногда шли на такие меры, чтобы предупредить, или там по другим причинам. И, собственно говоря, практически, если рассматривать все вот эти, значит, травки, и у меня очень есть большое желание написать вот книгу «Лекарственные травы и беременность», то есть показать вот, что на самом деле, с чем мы имеем дело, они приводят к сокращению матки, но все не опасны. Поэтому в ходе планирования беременности никаких травок мы не рекомендуем. В то же время появилось много лохотронов. Лохотроны – это, значит, вот, так сказать, удобные препараты, которые можно продавать направо-налево, и среди них известный лохотрон – боровая матка. Боровая матка вообще даже не лекарственный препарат, вообще не лекарственная трава, это просто довольно ядовитая трава, потому что имеет алкалоиды, то есть вещества, которые нехорошо действуют на наш желудочно-кишечный тракт, и даже звери стараются обходить стороной боровой матки. Она растет по всей территории Северной Плошарии. Ну вот смотрите, само слово «матка», оно подкупает. Матка, значит, а, матка, да, это типа для женщины, и вот эту матку назначают при всех женских болезнях, при планировании беременности, при бесплодии, и вообще при любых женских болезнях. Это подкупает, на этом делается деньги. И вот таких вот как раз сборов травяных и прочих под очень таким рекламным названием, типа фертил какой-то там, ну, все, что связано именно с репродукцией, да, с размножением. Ну, чтобы было четко понятно, для чего сразу устроена специация. мужчина смотрит там, ой, это же для того, чтобы зачать там ребенка, или чтобы им, она это покупает. Она не понимает, что иногда она покупает те травы, те вещества, которые, наоборот, вызывают именно усиленное сокращение матки. Даже если произошло зачатие, может не произойти вот этого имплантации, то есть прикрепление плодного яйца к матке. Поэтому правило номер один, никаких лекарственных травм при планировании беременности. То есть вот и именно в этом книге то есть объясняется очень многое и в отношении даже других лекарственных препаратов и так дальше. Многие женщины не понимают, что некоторые лекарственные препараты могут губительно влиять на вот эти первые этапы значит беременности, когда идет вот это прикрепление плодного яйца, как мы говорим, дальше идет образование эмбриончика, эмбриончик начинает расти, получается у нас плод и так далее. Все-таки эти этапы они очень ранимые, чувствительные и как мы говорим, могут влиять внешние факторы на поломки. Кстати, в книге есть целый раздел вот значит как фактически не только как диагностировать первые вот эти этапы беременности, но также какие факторы влияют на развитие нормальной беременности. То есть все это перечислено в книге. Спасибо большое, Елена. Дорогие наши зрители, вынуждены обратить внимание, что к сожалению не сможем взять какие-то очень большие, очень конкретные и очень точечные медицинские вопросы для обсуждения в рамках эфира. К сожалению, нам не хватит времени все обсудить. Во-первых, во-вторых, я боюсь, что при всех компетенциях Елена Петровна не сможет, не зная анамнеза, не видя документов, конечно же, дать какую-то правильную, компетентную, стопроцентно верную рекомендацию просто посредством онлайн-эфира. Поэтому, дорогие друзья, более общие какие-то медицинские вопросы в первую очередь связанные с книгой и все постараемся обсудить. В продолжение темы травок, спасибо большое за очень развернутый ответ. Видел в комментариях много вопросов по поводу витаминов и витаминных комплексов. Насколько к этому надо относиться вообще? Всегда ли это полезно или тоже можно переборщить и как подобрать все-таки, что стоит, а что не стоит принимать? Ну и сюда же можно отнести различные биологически активные добавки, которые тоже абсолютно разного уровня и действенности и качества бывают. Вы знаете, я сознаюсь и нигде о том не говорила, что я, в принципе, еще многие годы тому назад была сторонником витаминотерапии, витаминов и сама принимала, потому что это было модно, это говорили всюду, а не полезно, не то и сю. И пока я не начала более глубоко изучать эту тему и не только просто публикацию какой-то популярной литературы начала копать глубже именно в достоверных источниках медицинской литературы. И оказалось, что было много-много исследований, причем крупных, которые длились по 20 и 30 лет и вот это все как бы жизни людей осматривалось через призму даже длительного периода времени. Оказалось, что все вот эти многочисленные комплексы, они неэффективны. Мало того, когда я изучала еще в институте биохимию, где мы изучали детально витамины, структуру, мы четко понимали, что витамины могут взаимодействовать друг с другом и быть как врагами, так и друзьями. Мы говорим, все энергисты, антагонисты, это с точки зрения научной терминологии. И когда я однажды спросила преподавателя, значит, тогда получается, говорю, что капсули, которые содержат все эти витамины, мы имеем и врагов, и друзей, и если начинается вот это растворение, то есть под влиянием желудочно-кишечного сока и жидкости, да, получается, они противоречат друг другу, они даже могут вызывать в образование каких-то солей нерастворимых. Ну, мне сказала преподаватель, значит, посмотрел, да, это так и есть. А почему, говорю, об этом нигде в лице? Ну, мне сразу говорят, тебе больше всех нужно, типа, сиди тихо, понимаете? То есть это знали мы еще 30 лет тому назад, и, собственно говоря, на этом создана большая индустрия. Но в отношении как раз, какие все-таки витамины показаны, не показаны. И фолиевая кислота себя зарекомендовала положительно, потому что как раз показали тоже многочисленные исследования, что фолиевая кислота понижает уровень вот этих пороков развития нервной трубки. Очень серьезные пороки, как спинобифидор, а другие, которые обычно потом в дальнейшем требуют прерывания беременности, или ребенок рождается калеку, умирает, выжить не может. Поэтому, когда начали рекомендовать фолиевую кислоту, оказалось, что она действительно понижает. Мало того, начали делать вот так называемую фортификацию пищи, то есть во многие продукты питания вводить фолиевую кислоту. Поэтому фолиевая кислота все-таки до сих пор это номер один витамин, который нужен при планировании беременности, должна принимать женщина в первую очередь. Мужчина не вынашивает беременность, и его уровень фолиевая кислота в его организме не настолько важен. Хотя тоже фолиевая кислота участвует в ряде процессов. А вот сейчас мода на витамин D, как раз в книге затронута тема аферы, как возникают вот эти панацеи витаминов, панацеи витамина С, панацеи витамина Д, теперь еще этот модный феррикин железа. И, собственно говоря, я привожу очень хорошие такие жесткие факты, как это все началось, и почему вдруг мы стали заложниками именно вот этих витаминов панацеи. И когда все начинают, даже вот сейчас, когда идет коронавирусная инфекция, огромнейшее количество исследований оплачивается фармакологическими компаниями и компаниями, которые делают вот эти тесты витамин D, и вы можете найти массу информацию, что витамин D чуть ли не спаситель от коронавирусной инфекции, что неправда, потому что на самом деле нет достоверных данных. Но это подается в таком красивом варианте, что даже врачи прочитал, подумают, вау, витамин D становится панацеей, потому что это один оставшийся витамин в группе всех витаминов, которые пока что не перечеркнуты полностью, хотя уже были попытки, и они не то, что были, он уже был пару раз перечеркнут, но за ним стоят очень большие деньги. И когда мне говорят, вот зима, типа мы сидим и так дальше, ну да, можно принимать профилактическую дозу, особенно в северном полушарии, где зима, можно, но эта доза, это не тысячи, десятки тысяч единиц, это всего 400-600. Но тут важный момент, оказывается, для подготовки, в ходе подготовки беременности у нас нет никаких данных, какая должна быть доза и какая безопасная доза для, скажем, эмбриона. Не было никогда исследований на эту тему? Не было, совершенно верно. И не было никаких исследований на женщинах беременных, поэтому мы не знаем, какая безопасная доза именно для женщин беременных, поэтому ВОЗ принял очень интересную позицию. Она это бы говорит, что нет таких данных и нет рекомендаций, что все женщины должны принимать витамин D, но в то же время, если обнаружено выражено дефицит, то в ходе лечения и подготовки к беременности и беременности такие женщины могут принимать. Опять же, понятие дефицита растянутые, исковерканные, поэтому каждый может попасть в эту ловушку, что у меня дефицит, у меня нехватка. Поэтому я говорю, если кто-то хочет принимать витамин D, можете принимать, но не злоупотреблять дозы, то есть не надо принимать десятки тысяч единиц, потому что это будет неправильно, тем более, мы не знаем даже влияние витамина D, на эмбрион, мы не знаем этого. Все остальные витамины и так дальше, они в реальности поступают в достаточном количестве с пищей. Было когда-то улечение вот этим витамином E, он оказался даже опасным в больших дозах для приемности, поэтому считается, что его достаточно с пищей поступает. И в целом сейчас акцентирует практически все общества акушера-гинеколога, что здоровое питание, нормальное, регулярное здоровое питание обеспечивает организм женщины всеми необходимыми витаминами. Другое дело, когда у женщины голодает, когда у нее серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, это немножко уже другая сфера, то есть там уже это контролируется гастроэнтерологом, например, терапевтом, то есть там могут назначаться, скажем, когда есть вот эта B12-дефицитная анемия, да, там нужна, так сказать, корректировка лечебная различными витаминами. То есть это уже отдельные случаи и, к счастью, их не так много. Вопросы, которые нам пришли, несколько давайте разберем. Подскажите, пожалуйста, что необходимо принимать, делать до визита к гинекологу с целью планирования беременности? То есть вот взять книгу, я так понимаю, прочитать, это в первую очередь. А что еще, вот как подготовиться к визиту к специалисту? В принципе, визит специалиста зависит от вашего доверия этому специалисту. Поэтому я бы сказала, что нужно оценить, насколько вы доверяете той клинике, в которой идете, тому врачу, к которому вы записываетесь. И это очень сложный вопрос, потому что, скажем, отзывы врачи могут писать себе сами. То есть я имею в виду, что создание отличного специалиста вот этой ауры это можно через интернет очень легко сделать. И опять же, мнение людей, какое вот, очень многие наши люди привыкли к авоськам различных, как я говорю, фуфломицина, то есть препаратов. Если врач ничего не назначает, он плохой врач, и ему там начинают его обвинять, некомпетентности и прочее. Поэтому, скорее всего, ну, как бы, да, вот если прочесть книгу, то это является первым этапом информационной помощи, информационной медицинской помощи. То есть можно расставить все точечки над «и», можно сравнить симптомы, потому что я затрагиваю различные заболевания там, те, которые могут влиять на, скажем, зачатие и вынашивание ребенка. И, в принципе, вот с этого, наверное, нужно начать. И если, там написано, если есть, например, какие-то проблемы со стороны других органов, например, женщина страдает депрессией, или, например, у нее проблемы с мочеводелительной системой, то, возможно, нужно, в первую очередь, обратить на те поломки, которые существуют, и обратиться, в первую очередь, к тем врачам, которые могут помочь в оздоровлении вот этих, ну, скажем, болезненных участков тела. И поэтому, поэтому, как бы, поход к гинекологу, это не самый главный, может быть, вариант, именно самый главный врач, которому нужно идти, чтобы начинать планирование беременности. Можно начинать совершенно другие специалисты. И, собственно говоря, книга, она как бы дает понимание того, что вот, что нужно, ну, какие мы, что мы требуем от здоровья женщины, для того, чтобы она не просто зачала ребенка, но чтобы она и выносила в 9 месяцев, да, то есть, какие органы должны быть здоровыми. и уже отсюда, я считаю, как бы исходить, какие дальнейшие шаги должны быть приняты. Скажите, пожалуйста, а какие факторы могут все-таки однозначно помешать, и на какие моменты, ну, точно нужно обратить внимание со всей ответственностью при планировании беременности, что действительно может вызвать серьезные проблемы, и нельзя проморгать, и вот как раз уйти в какое-то самолечение или недообследоваться? Ну, в первую очередь, если жалоб нет, то есть, мы будем так рассматривать состояние здоровья, то есть, и, наверное, на первом месте будет как бы два направления. Первое – это вредные привычки, то есть, курение, алкоголь, прием каких-то там наркотиков, еще что-то, то есть, это должно быть устранено, то есть, от этого нужно отказаться. И тут иногда мне задают вопрос, а можно я буду по чуть-чуть курить, но типа не буду сразу бросать, но буду планировать? Нет, все-таки желательно решить вопрос с курением, с приемом алкоголя сразу. Второе направление – это прием медикаментов. Именно медикаменты, среди них есть так называемые тератогены, то есть, те вещества, которые могут вызвать пороки развития. И вот если, скажем, есть какие-то заболевания, нужно понять, вот что женщина принимает, и если она принимает, она должна спросить у лечащего врача, просто пройти и сказать, что я планирую беременность, и я не знаю, этот препарат можно принимать, то есть, мне нужно его дальше принимать, могу ли я уменьшить дозу, нужно ли поменять на какой-то другой препарат. Поэтому именно если рассматривать влияние заболеваний на беременность, кардинальное влияние, то в первую очередь это будет влияние медикаментов, которые женщины принимают, потому что они довольно часто могут повреждать эмбрион, то есть, проникать через плаценту, повреждать эмбрион. Ну и, конечно же, если нужно, скажем, параллельное лечение во время беременности, то тоже все решается с лечащим врачом. В отношении всего другого, опять же, если женщина в целом здоровая, ни на что не жалуется, то чаще всего у нее нет никаких противопоказаний для того, чтобы она беременела. Сейчас пересмотрены многие как бы противопоказания. Раньше женщины, например, с пороками сердца не могли беременеть, не имели права даже беременеть, говорили, что это плохо, с астмой говорили, что нельзя беременеть. Да, то есть были вот эти ограничения, это все поменялось, и, собственно говоря, и я поэтому и говорю, что важно оценить ситуацию здоровья по конкретным органам. Если женщина знает, что она от чего-то страдает или страдала в прошлом, она может обратиться к специалисту, уточнить, будет ли это иметь влияние, нужна ли потом какая-то каркировка и прочее, прочее. То есть начинаем как бы с анализа, вот анамнез, вы назвали слово анамнез, я удивилась, потому что это обычно врачи говорят слово анамнез, история, да? Но это есть, что нужно. Да, жалобы, анамнез, это очень основной такой момент для того, чтобы понять, в каком направлении идти дальше. По книгам вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в чем отличие книг «Малыш, ты скоро» и «Когда ты будешь готова?» «Малыш, ты скоро» это книга по бесплодию. То есть она имеет часть вот зачатия, то есть что нужно для зачатия, какие условия для зачатия, то есть как бы для чего это, то есть «Малыш, ты скоро» была создана именно для тех женщин, которые уже пробовали беременеть, и у них не получается. И стоит вопрос, или они не пользовались теми условиями, которые нужны для зачатия, и у них действительно есть проблемы, то есть есть бесплодие, причем семейные пары, мы всегда говорим о бесплодии семейной пары, поэтому «Малыш, ты скоро» затрагивает мужское бесплодие, то есть практически все моменты, и плюс репродуктивные технологии, то есть что, как помогает медицина в отношении, если возникло бесплодие. Когда ты будешь готова, мы не рассматриваем бесплодие вообще, то есть это именно подготовка, это именно оценка своего организма, и плюс, конечно же, в книге есть перечень условий, как определять овуляцию, какие дни лучше для зачатия, то есть что нужно для того, чтобы получился ребенок. Спасибо. Продолжая тему бесплодия, вообще обычно в каких случаях ставится диагноз бесплодия, и насколько при современном уровне развития медицины и правильном здравом подходе вообще от этого диагноза можно излечить? Благодаря как раз репродуктивным технологиям довольно высокий уровень помощи, но есть несколько важных моментов. Бесплодие мы ставим после года, у женщин до 35 лет, после года регулярных половых отношений, то есть незащищенные и так далее. Не просто там, что замуж вышла, и вот замуж им 5 лет, и нет детей. Просто большинство людей на самом деле не планирует. То есть если правильно, сколько пар планирует, это не меньше 30% пар планирует зачатие, то есть планирует детей. И поэтому мы говорим о годе регулярных половых отношений, именно с целью зачатия ребёнка, без всяких контрацептивов, без вот этих даже прогестеронов и прочих, которые модно назначать, то есть чистых половых отношений. Если это не произошло, тогда нужно оценивать ситуацию, потому что опять же многие пары делают немало ошибок, то есть не в те дни живут, когда нужно, или скажем, не тем видом половых отношений, то есть всё это случается в жизни. У женщин старше 35 лет, мы говорим о 6 месяцах, и дальше должна быть оценка. Мы не говорим о бесплодии, но просто появилось так называемое возрастное бесплодие, возрастной фактор бесплодия, который раньше никто не обращал, потому что обычно женщины рожали 20-30 лет, и уже в 30 лет у них уже полный набор детей, и очень мало кто повторял, там рожал в 35, а тем более в 40, то есть это было женщин меньше. Сейчас с точностью наоборот, то есть все начинают рожать после 30 лет, даже вот 35 лет, вот средний возраст в многих странах Европы 33-34 года. И вот здесь возникает вопрос, что дальше делать, потому что яичниковый резерв, вот этот яичниковый резерв, он угостает, он дан нам с момента зачатия, и поэтому нам нужно принимать решение, что дальше делать. Кстати, мужское бесплодие, оно тоже распространено 50% случаев, то есть 50% это женщин, 50% мужчин, и тоже есть возрастные факторы, на которые раньше не обращались внимания, сейчас на это обращают внимание. Вот этим, так сказать, вот как бы отличается, вот что мы называем бесплодием. Но в плане как раз еще какие факторы, помимо традиционных, как мы говорим, факторов, это там маточный, яичниковый, да, и так далее, есть еще психологический фактор бесплодия, который начал расти, потому что вот эти страхи, переживания, вот этот контроль бесконечный, жесткий, и это все вызывает крайне негативные условия, как раз это блокирует продуктивную функцию, потому стресс номер один, убийца планирования беременности. Вот. А в отношении клиник, действительно, благодаря тому, что сейчас столько всего, то даже эти пары, которые, если бы они, скажем, жили 30-40 лет назад, и далеко не нужно идти, моя двоюродная сестра осталась бесплодной только потому, что как бы ждала, ждала и не могла никуда пойти. Вот. И в итоге, как говорится, и таких вот я знаю немало, даже среди родственников, которые просто не имели возможности куда-то обратиться, понимаете, то есть обратиться. Поэтому не нужно отчаиваться, даже если что-то не получается. И как раз опять же, чтобы не попасть на удочку комического развода, что только и кое, и ничего более, а это стоит не дешево, вот это как раз вторая книга, вернее, предыдущая, «Малыш, ты скоро», она была создана именно для того, чтобы люди понимали, какие репродуктивные технологии существуют, как они могут воспользоваться этими технологиями. Вы сказали, что по статистике где-то порядка 30% всего лишь осознанно планируют беременность. Исходя из этого, вот все-таки, чтобы мотивировать как-то подходить к этому моменту основательно и вдумчивее, каких проблем, вот по статистике осознанное планирование беременности чаще всего помогает избежать или какие проблемы помогает предвосхитить, возможно, на раннем этапе. Что касается здоровья матери, что обеспечивает здоровье будущего малыша. Очень хороший вопрос и довольно сложный, чтобы ответить, потому что, если говорить о планировании, вот раньше никто не задумывался над этим, то есть люди жили, и вот как раз не было вот этого психологического колпака бесплодия, когда все начиналось как бы слишком жестко планироваться. И есть женщина, которая настолько подходит, вот мне пишет буквально на днях, женщина, которая купила какие-то комплексные тесты на овуляции, то есть чтобы знать, какие дни ей забеременеть. И эти тесты там показывают различные параметры. И вот один у нее смайлик, как она говорит, появился, а там другой нет, и она запуталась. И у нее уже истерика, что у меня не будет овуляции, при этом циклы у нее регулярны. Я говорю, не осложняйте, пожалуйста, свою жизнь. У вас овуляции, вот эти ваши, как мы говорим, фертильные дни, самые лучшие, вот эти. Живите просто спокойно по вашей жизни в эти дни. А вот этот как раз негативизм, то есть получается, что с одной стороны желание попасть в яблочко, потому что хочется как бы быстрее, но с другой стороны вот эта накрутка, то есть а что для этого нужно, а вдруг не получится, а вдруг это. И вот зависимость от бесконечного контроля, хождения по врачам, или начинается, вот не женщина, а тоже консультировала женщину, которая 8 месяцев, нет, 12 месяцев она ходила на так называемую феркилометрию или фолликулометрию, то есть назвать феркилометрию модное слово, да, проявлять фертильность. Каждый месяц она ходила на УЗИ, где измеряли вот эти фолликулы. И врачу то мне нравилось то, то дрои, то не по очереди яичники там эволюцируют, то еще что-то. Короче, это все было как бы лишнее, оно, и она каждый день переживала, каждый месяц, естественно, что она нормально не жила половой жизни. Когда я представляю, что вы год потратили на ветер, потому что и она начала, вот это называлась подготовка. Или вот сейчас модно называть не просто подготовка к беременности, подготовка к беременности, это как-то сухо звучит, просто, ну, подготовка, да, предгравидарная подготовка, вау, это, знаете, предгравидарная подготовка. И в эту предгравидарную... Да, это уже хочется заплатить, это звучит солиднее сразу. Да, звучит, как типа, да, и вот в эту предгравидарную подготовку сходят, уходят вот такие списки длинные, чего только не хочешь, что это не подготовлено, это как, знаете, как лечение страшной болезни, не просто даже префлактика, за лечение уже существует страшное на всякий случай. То есть это вдруг у вас будет то, за это будем лечить его, чистить ваши антитела и прочее, прочее, прочее. Это не просто вред по кошельку, удар по кошельку, это вред для здоровья, в первую очередь. Ну и плюс, это воровство жизни человека, потому что это всего лишь как бы, может даже действительно навредить, особенно когда начинают еще посмотрим, там делаем лапароскопию, посмотрим ваши травы, посмотрим вашу матку, вот так подготовим, а потом, оказывается, там отрезали что-то, там отрезали. Женщина говорит, у меня вообще пропали месячные. И у меня были такие женщины, к сожалению, которые стали репродуктивными инвалидами, потому что так хотели подготовиться, да, им там повырезали почти все, потому что вот так хотели подготовиться. Иллюстрация, что лучший враг хорошего, да, в любом случае не надо переживать. Важно, вот почему, знаете, мы почему-то не говорим, но мы должны наверное больше говорить, что все-таки информационный путь, эра информации. Нужно жить не на поводу страха, а вот я еще всегда говорю, если вы идете к врачу, своими ногами, выходите из кабинета своими ногами, даже при том, что вас там запугали и так дальше, вы не умираете, вы вышли своими ногами. То есть у вас нет критической ситуации, что вам нужно сразу подножить. У вас всегда есть время прийти домой, сесть, посмотреть разных источников, желательно достоверных источников, хороших блогеров, хороших врачей, а не просто где страх. И вот как отличить нормальную информацию, то есть полезную, а не нормальную? В первую очередь по уровню навязывания страха. То есть если человек читает, ему раскладывают по полочкам, в моей книге вы не увидите ни одного момента запугивания. То есть я раскладываю по полочкам, вот, пожалуйста, вот это ваша информационная печень. У вас не будет вот этого, как говорится, нарушения пищеварения. Вы проглотите это, вы подумаете. Для меня очень важно, как создателя книг, вообще человека, который занимается публициейской деятельностью, это как-то не то, что научить, а вот для меня важно, чтобы человек задумался. Он не просто там взял это как бы на чистую правду, но чтобы он научился думать, анализировать информацию. И некоторые скажут, я вашу информацию не спрямляю. Хорошо, это его выбор, да? Но если человек говорит, я села, задумалась, проанализировала, как я подходила раньше, я поняла, что мы не планировали. И таких у меня масса примеров, когда пишут, Лена Петровна, почитали, поняли, что мы даже не планировали. Мы занимались абсолютно другой ерундой. Мы ходили по врачам, мы вечно что-то выискивали, мы что-то лечили, сидели на каких-то бёдьках, а что получается? Вам нельзя планировать, я вам запрещаю, потому что вам нужно это лечить. Только это полечили. Вам нельзя, мне не нравятся там ваши лейкоциты. Мне не нравится, что вы не имеете ровно 28-й цикла. Мне не нравится, что вам и всё, врачу вечно что-то не нравится. Понимаете? И женщина вот это. Я к тому, что вот должна быть информационная вот эта помощь, подготовка, чтобы сесть, спокойно прочитать, без паники. Возможно, извините, задать вопросы своему же врачу, чтобы подойти, нормально задать ему вопросы. И если врач нормально, он ответит спокойно, он объяснит, почему это нужно делать и так дальше. То есть они будут так, да вы вообще не забеременеете, что вы себе тут задаете вопросы? Это, понимаете, когда начинается вот это запугивание, вот такое какое-то грубое отношение, мы все сейчас говорим об акушерской агрессии, но есть гинекологическая агрессия. И, кстати, на днях мне задали вопрос о репродуктивном давлении, репродуктивное насилие. Тоже, оказывается, уже пишут об этой медицинской терминологии, то есть это тоже, к сожалению, есть. Много вопросов приходит, не могу игнорировать, все-таки спрошу по поводу кисты. Всегда ли киста яичников, это противопоказание, и насколько вообще это сложная или решаемая проблема? Ну, киста яичника для того, что мы говорим, в первую очередь, если мы видим на УЗИ образование яичника, мы довольно часто не можем знать, что это за образование, потому что есть кисты, а есть опухоли кистомы. И опухоли-то не просто как все подумают, что это что-то такое твердое, нет, это может быть в виде кисты, вот с аденома, например, да, и поэтому нам нужно понять, что это. И есть вот такие УЗИ-параметры, но это уже чисто специфика, да, в УЗИ-параметре, как что мы можем определить. Если это банальная, то есть есть лютеиновые, или есть фолликулярные, это я уже терминология говорю, они совершенно не опасны для планирования, они часто встречаются, их называют функциональные кисты. Почему? Потому что функционируют яичник. И они не являются противопоказанием в большинстве случаев для планирования берези. То есть они довольно часто встречаются, потому что как бы мы чаще начали делать УЗИ, мы обнаружили, что это не настолько, ну, как бы страшное явление. Однако, если есть подозрения на другие виды образования, например, опухоли яичники, вот так дальше, мы следим в ходе, например, в 3-4 цикла. В основном 3 цикла. Если не прошло, не ушло, не исчезло, а имеется и даже увеличивается, вот здесь, возможно, будет показана лапароскопия для того, чтобы, ну, или удалить, или, скажем, диагностически, мы говорим, лечебная лапароскопия. Каждый случай индивидуальный. Мы не можем всех под одну дудку, понимаете, гнать. Под одну гребёнку собрать безусловно. Да, совершенно верно. Поэтому очень важно понять, что у женщины, и это действительно требует принятия мер лечебных, как мы говорим, или, скажем, до обследования, или мы можем сказать, что с таким вот образованием можно спокойно беременеть. очень частый нюанс и вопрос, который, мне кажется, сталкиваются многие, по поводу которого многие переживают, это конфликт резусов. Насколько это решаемая, нерешаемая проблема и сталкиваются с ней, зачастую только уже приступая к беременности. Да, это, кстати, тоже очень много мифов и такого понятия, как резус-конфликт или групповой конфликт на самом деле не существует. Это чисто народный термин, который сковеркан. У меня резус отрицательная группа крови, тем не менее, я родила двоих детей без всяких проблем. Дело в том, что конфликт – это всегда между мамой и ребёнком. То есть не между мужем, а между мамой и ребёнком. Зависимо от того, какая будет группа крови ребёнка, если у мамы резус отрицательная, ребёнка резус положительно, шанс образования антител, он действительно существует и как раз, но не настолько высокий, как мы думаем. И вот как раз в книге тоже написаны, вот эти развеются мифы, о конфликтах, как мы вообще контролируем, что и как. И в принципе, до планирования беременности мы ничего не делаем. Но самое главное, что нам нужно знать группы крови, просто знать группы крови мужа и, скажем, женщины. Но это не должно быть препятствием для планирования. А вот когда женщина забеременеет, вот тогда есть специальная тактика наблюдения таких женщин, которые могут быть, скажем, повышенный риск, как мы называем, алло-иммунизацией, вот это мы сейчас называем, или мы называем, ну, в принципе, так и называем. То есть мы называем это конфликтом. Вот. Это очень, потому что это, ещё раз повторю, это конфликт не между мужчиной и женщиной. То есть мне нельзя беременеть, потому что у меня конфликт. Я говорю, у вас, может быть, психологический конфликт. Вот. Психологическая несовместимость. Тоже вот это модный миф о несовместимости я тоже рассматриваю в книге. Мифы несовместимости. Психологическая несовместимость, я соглашусь там, да. То есть вы вечно там ссоритесь и так дальше, у вас другие взгляды на жизнь. Но именно в плане физиологическое и вообще это мифы. То есть на самом деле природа нас сделала так, чтобы мы были совместимы и продолжали родиться человеческий, да. Елена Петровна, не могу не спросить. Много говорили о том, как надо, соответственно, девушкам подходить к планированию беременности. Ну а что мужчине в паре стоит делать? Опять же, не развивая излишнюю панику, но какие, может быть, исследования или анализы всё-таки при осознанном плане нужно? Да, очень хороший вопрос. И я тоже затрагиваю как раз тему подготовки мужчины, и меня часто спрашивают, что делать, если мужчина применяет препараты и так далее, то есть откладывать, не откладывать. Важно понимать, что зачатие проходит в организме женщины, и мужчины являются всего лишь донором спермы, то есть спермы, то есть ничем более. и развитие беременности в организме женщины, поэтому мы уделяем больше внимания на женщины. Тем не менее, скажем, вредные привычки, такие как курение, как алкоголизм, вообще принятие больших доз алкоголя, негативно влияют не только на спермограмму, то есть может быть ухудшение спермограммы, что может продлить вот этот период зачатия или даже привести к бесплодию, но также влияет на возможность мужчины выполнять свои функции, потому что мужчина не только должен поделиться спермой, он должен провести это через определенные, так сказать, моменты полового акта, то есть провести половой акт. И поэтому это тоже важно. И если есть какие-то, скажем, проблемы со стороны мужского здоровья, которые мешают именно проведению полового акта или же могут нарушать, скажем, созревание спермограммы, влиять на качество спермы, это нужно учитывать, и поэтому действительно рекомендуется таким мужчинам обратиться к врачу и уточнить некоторые моменты. Но в то же время, когда мне спрашивают, муж принимает антибиотики или еще что-то, в большинстве случаев есть препараты только небольшое количество, которые могут влиять на качество спермы. И обычно об этом предупреждают. Например, их применяют в онкологии, поэтому предупреждают, что так или иначе нужно повременить с зачатем, потому что может быть, как говорится, не совсем хорошая сперма. Но самое интересное, что в принципе, вот как раз в книге я затрагиваю вопрос о хранении не просто яичникового резерва, то есть что делать, если, скажем, женщине предстоит операция по удалению кисты, той же кисты или какой-то опухоли яичника или какое-то лечение злокачественной опухоли, да, и химиотерапия или там радиация. Но я затрагиваю также вот сохранение спермы, то есть кому бы оказано сохранение спермы на тот случай, если мужчине нужно пройти лечение. Я решила ввести эти важные такие главы, потому что действительно у нас увеличивается более позднее планирование беременности, увеличивается более позднее планирование беременности, как бы возраст, и получается, что чаще мы стыкаемся с болезнями, которые возникают с возраста, в том числе вот злокачественные различные образования. И именно поэтому нужно понимать, кто может сохранить вот эти, кому это показано как раз в ходе планирования подготовки даже к беременности не сейчас, скажем, через 2-3 года, через 5 лет, если попадет вопрос о создании потомства. И это очень важно, потому что это как раз взглядело по перспективу, то есть будущее. Они просто от него не забавляют. Елена Петровна, к сожалению, у нас время неумолимо подходит к концу, поэтому под конец не могу голубом не спросить о творческих планах. Вы работаете ли еще над какими-то книгами? Чего, когда ожидать, если можете открыть секрет? Да, конечно же, работаю, потому что у меня очень сложно и секретить. К сожалению, звук с вашей стороны очень тихим стал. Наверное, потому что кто-то пытался дозвониться и постараюсь громче говорить, потому что не знаю, что произошло. Все настройки есть? Вы меня слышали? Хорошо? Да, да, сейчас более-менее слышим, в крайнем случае можно сделать звук погромче, тогда будет лучше слышно. Я просто не знаю, мне пытался кто-то дозвониться и поэтому звук вдруг сбился. Ну, бывает такое сбрасывает, да. Значит, я на тему, вот, собственно, говорила, когда мы выбирали какую-то книгу следующую написать, то мы обсуждали с издателями Эксма, Бомборы, да, и было несколько уже предложенных книг, и все им понравились эти наброски по каждой книге, поэтому какая следующая будет из тех, что мы уже обсуждали, я еще толком не знала, но мне всегда появятся новые идеи, мне хочется написать больше, и вот практически будут точно, можно, в этом плане можно быть спокойным, работа ведет, планы есть. потому что список длинный, и мы потихоньку хотим реализовать этот список, потому что спрос есть, и даже сами мои подписчики дают мне, например, какие-то идеи на Петровна, смотрите, такая тема, может, вы бы подняли такую тему, то есть я всегда благодарна моим читателям за вот это, как мы говорим, обратный связь, фидбэк, да, потому что она вдохновляет, она позволяет понять, какие были, скажем, слабые изменения в каждой книге, значит, какую книгу они бы хотели следующую прочесть, поэтому жду от вас, жду от вас вот этих отзывов, конструктивные метики, конструктивные сведу, чтобы вы мне помогли понять не что улучшить, а не просто, говорят, с разбитым пухом. И поэтому я вот как бы буду благодарна за вашу помощь в плане того, что бы вы хотели видеть, какие книги будущие вы хотели читать, какие темы вас интересуют. Так что все будет, у меня вдохновение не теряется, так что положительно все мне хорошо. Ну что ж, ты можешь пожелать только вдохновения, чтобы оно еще тем более не терялось и творческих успехов. Елена Петровна, спасибо огромное за очень интересную, как мне кажется, для многих полезную беседу. Время у нас, к сожалению, неумолимо подошло к концу. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Елена Березовская, кушет гинеколог, врач-исследователь, публицист. Говорили сегодня о такой полезной книге «Когда ты будешь готова». Дорогие друзья, книга доступна в онлайн-магазине «Буква Е» еще и с дополнительной скидкой до конца недели. Кому интересно и эфир, да, обязательно, как и все наши эфиры, сохраним, чтобы вы могли пересмотреть при желании или с кем-то поделиться. Елена Петровна, еще раз спасибо большое, что нашли время сегодня с нами пообщаться. До новых встреч. Спасибо большое за приглашение на эфир и до скорых встреч и других эфирок, потому что так или иначе жизнь продолжается, и поэтому мы будем... Да, и, кстати, вам повезло, что вы уже держите эту книгу. Я еще ее не получила в связи с тем, что это идет. Тоже, вот только-только недавно совсем добрались до нас, но уже есть в наличии буква «Едем». Что ж, спасибо. До новых встреч тогда. Хорошо, до свидания. До свидания. Дорогие зрители, спасибо, что смотрите нас, следите за расписанием прямых эфиров. До новых встреч. Пока-пока. Пока.